Он мечтал о самолётах, хотел летать, но подняться смог гораздо выше. Благодаря его усилиям Самарский аэрокос вышел на первые строчки рейтинга ВУЗов. Наверное, не случайно Виктор Павлович Лукачёв родился в апреле, в самом космическом месяце. Под его руководством в ВУЗе стали готовить специалистов для космической промышленности. Фактически из маленького провинциального, нацеленного на решение военных задач первую очередь, Он сделал институт, в котором уже было шесть прокруктетов, охватывающих широкий эффект в направлении подготовки. Мы благодарны тем людям, которые в своей жизни, не считаясь с личным временем, не считаясь со здоровьем, сделали всё для того, чтобы и сегодня наша страна, наша Самарская область очень уверенно чувствовала себя в космическом пространстве. Высокий статный, от него исходило какое-то положительное биополе. Таким Виктора Павловича помнят бывшие студенты. Ректором Куаи он стал в 36 лет, молодой и полный идей. Виктор Павлович был мечтателем и на лекциях, кроме науки о поршневых двигателях, он нам рассказывал о своих мечтах. Какой будет большой городок студенческий, где-то на далёкой окраине, около ботанического сада. И то, что больше полувека назад казалось мечтой, Лукачёв воплотил в жизнь. Ректор много общался со студентами, ни одна инициатива не оставалась без внимания. Коллектив был как одна семья, вспоминает выпускник Куйбышевского авиационного института, а ныне глава администрации Самары Олег Фурсов. Петер Павлович создал удивительную атмосферу развития студенческого самоуправления, который не был ни в одном вузе. Мы же проводили конференции в Самарске всевозможные, и может быть многим кажется, что там обсуждались вопросы какие-то логические, политические. А мне в чём-то спинаются вопросы, связанные с тем, как повысить успеваемость, например, в аудиционном институте. Как повысить эффективность в личных научных обществах. Сегодня Самарский аэрокос – национальный исследовательский университет. Он в числе 14 ведущих вузов страны. А в перспективе место в сотне лучших университетов мира. Марина Кравцова, Артём Сулайманов, События.